Все окей, я вижу. Хорошо, запись пошла. Так, еще раз всем добрый день, уважаемые партнеры, уважаемые клиенты, уважаемые гости. Наши вебинары. Мы каждый месяц традиционно выходим онлайн для того, чтобы подвести итоги предыдущего месяца. И в этот раз мы будем, на этом вебинаре мы будем подводить итоги августа. Значит, и по традиции мы обычно что делаем? Мы поздравляем тех партнеров, которые были эффективны, которые двигались пока не на лестнице, или которые создали большой результат в работе с партнерами, в работе с клиентами. Мы таких партнеров поздравляем на таких вебинарах. И еще, как правило, такие вебинары раз в месяц, это является нашей такой точкой синхронизации. Там, где мы синхронизируемся с компанией, мы и администрация рассказываем о том, какие у нас планы, что у нас произошло за это время, что мы планируем сделать. Мы говорим про новости, что у нас нового произошло. И такая точка синхронизации, то есть это время, когда нам нужно вместе с вами сверить часы, еще раз прийти в русло нашей стратегии, вот, значит, и двигаться дальше, продолжать двигаться вперед. Поэтому это важные онлайн-мероприятия, на которых надо обязательно быть. Значит, еще раз мы по традиции поздравим тех ребят, которые были эффективны в августе, но для начала я хотел бы с вами поделиться новостями, которые у нас есть на сегодняшний момент. И у нас есть три очень важных новости, три важных новости на сегодняшний день. Итак, поехали. Новость номер один. Значит, она касается нашей с вами событий линейки, и она про наше с вами ближайшее мероприятие, то есть куда мы сейчас с вами, правильно, сейчас с вами сфокусированы, на какое мероприятие мы с вами работаем, это на наше традиционное осеннее мероприятие, наше осеннее выезд, только мы обычно выезжали в Турцию, но вот в этот раз мы решили выездное мероприятие сделать в Сочи, на Красной Поляне. И наше мероприятие пройдет 23-25 октября. Значит, 23-25 октября, причем это не просто Красная Поляна, а мы с вами соберемся на высоте 1170 метров, именно на этой высоте 1170 метров над уровнем моря. Вот такая вот, я думаю, что у вас картинка открылась, вот такая вот, такие красивые пейзажи нас с вами будут окружать. Мы с вами собираемся есть на этой высоте такая площадка, называется дизайн-резиденция, или арт-дизайн-резиденция, называется флакон, такая в свободном стиле площадка. И вот мы целиком забираем полностью весь второй этаж. И, значит, вот 23-24-25 это будет наша территория, на которой мы с вами будем, мы с вами встретимся, мы с вами будем там учиться, у нас будет тренинг, мы будем с вами тренироваться, мы будем с вами общаться. В общем, будем весело и полезно проводить время с 23 по 25 октября. Это будет уже довольно-таки скоро. И вот эти три дня, они будут у нас насыщены, и я хотел бы сейчас рассказать о том, что нас с вами ждет эти три дня. Поехали. Значит, 1-й, 23-го октября, это будет пятница. Мы с вами начнем день 23 октября, у нас с вами этот день поделится на две части. В первой части будет закрыто обучение от партнеров от РМ и выше, от регионального менеджера и выше. Это обучение буду проводить я. Это до обеда 23 октября в пятницу. Значит, это закрыто обучение для партнеров от регионального менеджера и выше. Значит, что это за обучение? Значит, это обучение, которое я провожу последнее время на наших выездных мероприятиях различных, и это обучение тогда, когда я делюсь своими мыслями на разные, абсолютно разные темы. Темы бизнеса, темы личной жизни, темы личностного роста и так далее. Вот. И это будет обучение такое же, которое, ну, примерно в том же контексте, которое было у нас и в Сочи. Мы там говорили о различных... Ну, если вкратце, то я сколько себя помню, я все время задаюсь вопросом и живу с вопросом, мне все интересно, как этот мир устроен и как этот мир работает. Я думаю, многих, наверное, этот вопрос интересует, потому что, когда мы понимаем правила игры, у нас есть шанс выиграть. То есть, когда мы выходим на поле, вот, а мы в этот мир, в эту жизнь приходим на это игровое поле, и если мы выходим на игровое поле, и если мы правила не знаем, то шансов выиграть у нас, ну, они практически равны нулю, потому что мы даже правила не знаем. Вот. А когда ты выходишь на поле, ты знаешь хорошо правила игры, то у тебя есть шансы выиграть. Та же самая история с этой нашей своей жизнью. И я всегда этим вопросом задаюсь. И мой такой жизненный путь, он похож на поиск этих ответов. И я, значит, вот эти вот ответы я ищу, синтезируя то, о чем говорится в различных религиозных текстах, в старых текстах, в различных религиях, в различных религиозных течениях. И современное научное достижение в области план-трофессии. Потому что мы с вами живем в потрясающее время, когда эти все вещи объединяются сегодня. И мы с вами можем видеть то, чего мы не видели тысячелетиями. Это объединение религии и науки. И когда вот эти вещи объединяются, то мы с вами можем по-другому посмотреть на то, как устроен наш мир. Например, мы в Сочи, у нас была тема управления реальностью. То есть мы смотрели, из чего состоит эта реальность. Что же за вот эти вот кирпичики, блоки, из которых они состоят, она состоит. И как на них можно влиять, как можно управлять этим. Вот. Вот что-то подобное будет на этом обучении. То есть я буду делиться тем, что я к этому моменту для себя открою, может быть, там накопаю и так далее, потому что ничего не стоит на месте. Постоянные какие-то выходят новые открытия в квантефизике. Вот. В общем, я этим буду делиться. Это какое-то закрытое обучение для партнеров статуса РМ и выше. Значит, это будет до обеда. Вторая часть нашего... А, да, сейчас следующий слайд. Что такое... Что такое у нас статус РМ? Статус РМ – это региональный менеджер. Это либо 40 финансовых циклов за одну отчетную неделю, значит, либо это 4 клиента на тарифе ПРО. Это когда полный выкуп лицензии за 900 долларов за спринт. То есть спринт у нас начался с вами 1 августа. Значит, поэтому вот с 1 августа накопительно, если у вас будет 4 клиента к 23 октября, то мы вас ждем на этом закрытом обучении. Поэтому, то есть, ну, я думаю, что есть мотив сделать это действие. Либо 40 финансовых циклов, либо за неделю, либо 4 клиента за спринт на тарифе ПРО. Затем это будет до обеда, 23 октября. И потом после обеда там уже пойдет более такая серьезная, скажу, такая более глубокая информация. Это будет тренинг директоров. Значит, тоже 23 октября, тоже пятница, но уже после обеда во второй половине мы проведем тренинг, закрытый тренинг для партнеров в статусе директор. То есть, это либо новые партнеры, то есть, это новые директора, либо это подтвержденные директора. То есть, попасть на этот тренинг можно либо, закрыв его, если вы его еще не достигали, либо подтвердив, если у вас этот статус уже есть. То есть, это не история, когда вы закрыли директора 10 лет назад в другой компании и приехали на тренинг. Вот, это не та история. То есть, это подтверждение директора в этом спринте. У нас еще раз спринт, я напомню, начался с 1 августа. Те ребята, которые или подтвердили, или закрыли, мы их приглашаем на директорский тренинг. Его будет проводить Константин Волжан. Мы попросили его сделать этот тренинг, потому что, во-первых, это очень профессиональный бизнес-тренер, это профессиональный тренер по личностному росту и по совместительству, наш хороший друг, это вообще наш партнер, партнер компании, Костя Волжан, и мы попросили его провести тренинг. Значит, для директоров. Перед Костей будет стоить сейчас задача создать контент и создать вот этот тренинг, вот эту работу, результатом которой было бы создание инструментов для участников тренинга, как вырасти в кратное количество раз. У нас сейчас есть очень амбициозная промо на этот спринт, вот, и мы все в него метимся. Нам нужны инструменты, нам нужны какие-то внутренние силы, какие-то внутренние правильные состояния, и вот этот тренинг его как раз для этого. То есть, и он нужен не всем, а он нужен именно конкретно директорам, потому что директор – это человек, который вот на первую ступень от эту базу зашел, и там уже с ним дальше, возможно, разговаривать о том, как туда дальше стремиться идти выше у карьеры. Поэтому вот этот тренинг директоров с Константином Волжаном. Что такое статус директора? Статус директора – это 100 финансовых циклов за отчетную неделю, либо это 10 клиентов на тарифе PRO 900 с выкупленной лицензией полностью за спринт. Вот еще раз напомню, спринт начался 1 августа, и вот с 1 августа по 23 октября у вас есть возможность. Либо вы закрываете статус РМ, подаете на закрытый тренинг там, где был я, либо вы закрываете, то есть, от РМ и выше. И, ну, лучше закрыть статус директора и быть и там, и там. То есть, быть еще во второй части дня – это тренинг директорский от Константина Волжан. Так, идем дальше. Значит, это все, что касается 23 октября. И 24-25 у нас будет с вами общее обучение, на которое мы приглашаем абсолютно всех. Там нет квалификации, нет какого-то ограничения. Более того, туда вы можете взять своих гостей, скажем так, потенциальных кандидатов в партнеры или потенциальных клиентов, у которых уже есть какая-то вводная информация. Вот эти вот общие дни, общее обучение – там весь контент будет нацелен на действующего партнера. То есть, мы не будем там делать презентацию компании, презентацию продукта, то есть, мы не будем давать вводную информацию. То есть, там будет вся информация для действующего партнера. Поэтому, если вы хотите взять туда гостя, который еще не является партнером или клиентом, вам нужно все равно сделать так, чтобы он какую-то вводную информацию получил, для того, чтобы он вообще представлял, что происходит. Вот, поэтому это общее обучение 24-25 октября будет проходить два дня, и там весь лидерский состав будет выступать. Все наши лидеры, все наши партнеры самые эффективные, там будут точно я выступать, и Константин Волжан, мы его попросим, он тоже возьмет какую-то тему. Вот это два дня общего обучения. То есть, это будет 23-25 октября. То есть, это новость номер один. Мы с вами сейчас фокусированы, работаем на этом мероприятии. Еще раз напомню, что мероприятие компании – это один из самых сильных инструментов в бизнесе, и их нужно использовать. Вообще, мы в нашей индустрии говорим, что наш бизнес, мы работаем от мероприятия до мероприятия, от мероприятия до мероприятия. То есть, это не обсуждается. Едем мы туда, не едем. Это то, где надо быть, и сделать так, чтобы максимально еще партнеры с твоей командой было там. Потому что одно дело, когда вы партнерам объясняете принципы работы, вселяете в них уверенность и так далее. Другое дело, когда это делает профессионально ваша вся кураторская цепочка. Поэтому позвольте нам, лидерскому составу, кураторской цепочке, администрации компании поработать на ваш бизнес, сделать так, чтобы ваши партнеры получили самую-самую свежую, самую лучшую информацию. Поэтому еще раз, это инструмент, который точно нужно использовать, если вы хотите в этом бизнесе расти. Еще раз, мы работаем от мероприятия до мероприятия, от мероприятия до мероприятия. У нас Сочи закончилось, сейчас у нас весь фокус. Мы работаем на Красном Поляне 23-25 октября. Идем дальше. После обучения 23-25 октября до итогов у нас будет игра. Пока еще непонятно, пока еще мы не знаем, когда будет. Есть информация точная. Игры не будет до Сочи. То есть сейчас можно выдохнуть, можно расслабиться, пока работать только на Сочи. То есть игра будет после. И мы не знаем, когда. Может быть, она будет после сразу, после Сочи. Может быть, она будет там чуть подальше, потому что у нас еще есть одно событие, которое мы хотим до Нового года сделать. Это тоже обучение, но о нем я как-то позже расскажу. Или мы в Турции, на Красной Поляне в октябре об этом расскажем. Вот еще пока непонятно. И вот игра, куда там встроиться, мы пока еще не знаем. Точно игры не будет до Сочи. Можно расслабиться. После Сочи, после Красной Поляны мы там уже точно, думаю, скажем, когда игра начнется. Значит, у нас будет игра. И финал нашего спринта – это, как обычно, итоги года. Февраль 2021 года в Москве. Сейчас мы как раз занимаемся работой, согласованием площадки, согласованием дат. И я думаю, что, может быть, уже к следующему вебинару, то есть когда мы будем подводить итоги сентября, ну или вот на мероприятии «Вызнам» на Красной Поляне будет точно известна дата и место проведения, в смысле, площадка итогов года. Мы с вами подведем итоги 2020 года. Идем дальше. Новость номер два. Значит, у нас в бэк-офисах появилось… Вы можете зайти в бэк-офис, в раздел «Документы», и там появилась документ-презентация проекта «Дежурный внедрениц». Значит, у нас появился такой внутренний проект «Дежурный внедрениц». Я думаю, что многие уже в курсе. Кто не в курсе, рассказывал. На мой взгляд, это очень интересная история и очень сильный инструмент, который поможет нашим новым партнерам очень активно заниматься продвижением лицензии и очень быстро обрастить клиентской базой, то есть чтобы у вас появились клиенты. Значит, что такое проект «Дежурный внедрениц»? У нас в компании есть понятие сертифицированного внедреница. Что это значит? Это говорит о том, что есть партнеры, которых компания сертифицировала на знание продукта, то есть на знание того, как продукт применим в бизнесе и то, как наш продукт может бизнесу помочь. Значит, еще раз есть партнеры, которые в компании проходят сертификацию. И это не просто сертификация на знание, каких-то теоретических знаний. Когда вы проходите сертификацию в компании для того, чтобы вам присвоили этот статус внедреница сертифицированного, вы должны не просто прийти с теоретическими знаниями, а вы на сертификацию приходите еще с готовым кейсом. То есть вы пошли в какой-то бизнес, туда реализовали лицензию, вы сделали правильное качественное внедрение, этот бизнес получил результаты, вы это все дело упаковали в кейс, и вот с этим кейсом приходят, как правило, партнеры для того, чтобы получить статус сертифицированного внедренца. То есть еще раз, это те ребята, которые не на теории знают, как работает продукт, а именно на практике. То есть это уже действующие практики, которые знают, то есть руками это все сделали. И, значит, у нас таких сертифицированных внедренцев уже достаточно большое количество. И наш лидерский совет, вот в лице Александра Лукьянова, они сформировали пул из этих внедренцев, и все это создали как проект дежурных внедренцев. То есть это пул внедренцев, которые готовы помогать абсолютно любому партнеру в закрытии сделок. Значит, и вот этот весь пул внедренцев, он поделен на, скажем так, три категории. Первая категория – это те внедренцы, которые готовы провести с вами первичную встречу. То есть первичную встречу – это вы только назначаете встречу, и внедренец рассказывает вам этот продукт реализовать. Это первая категория. Вторая категория внедренцев – это те внедренцы, которые помогают вам провести вторичную встречу. То есть вы, например, уже дали вводную информацию, вы уже своему клиенту рассказали, что такое UDS. Ему вроде бы интересно, но ему что-то не хватает для того, чтобы принять решение. И вот здесь вам может помочь вторая категория внедренцев, которые готовы провести вторичную встречу. То есть по нашему мы называем это трешка, трехстороннее общение. Когда какой-то приходит другой эксперт и отвечает на вопросы вашего клиента, вы можете назначить вторичную встречу таким внедренцем, которые помогут вам ответить на вопросы вашего клиента. И третья категория таких внедренцев – это те, которые готовы провести встречу на внедрение уже. То есть это тогда, когда вы уже провели встречу своему клиенту. Ваш клиент уже приобрел продукт, и вы хотите о нем позаботиться. Вы хотите сделать так, чтобы этот клиент получил максимальные результаты, чтобы он на платформе остался, чтобы он постоянно платил абонентскую плату, да еще чтобы своим друзьям рекомендовал. Поэтому вы означаете встречу внедренцам третьего, третьей категории, которые уже будут говорить о внедрении. То есть они будут продавать свои внедрения, они будут продавать свои услуги, чтобы запустить бизнес клиента таким образом, чтобы он получил результаты, получил эффект. И вот эта вся история, она помогает партнерам, на мой взгляд, особенно новичкам. Первое – это реализовывать лицензии, но самое главное – это посидеть и поучиться, посмотреть, как профессионал рассказывает о продукте. Я вижу это с точки зрения инструмента, как быстро научиться рассказывать о продукте, и как быстро научиться отвечать на всякие возражения, на все вопросы. И на мой взгляд, это очень классная, очень сильная история. Это ни в коем случае не панацея, которая говорит вам, что вот они есть, и больше ничего не надо. То есть каждый партнер должен разбираться в продукте однозначно. И для того, чтобы быстрее в этом забраться, эти внедренцы, они как раз-таки вот этот проект может вам помочь. Поэтому вы можете еще раз зайти в бэк-офис, заходите в свой бэк-офис, раздел документов, там скачиваете, ищите дежурный внедренец и смотрите. Там как раз как это работает, проект, как назначать встречу, там как раз-таки портфолио всех внедренцев. Более того, скажу, каждый внедренец, он спец какой-то своей области. Например, есть внедренцы, которые прям специалисты в хорике, есть внедренцы, которые специалисты там в какой-то сфере услуг, есть внедренцы, которые специализируются нам, например, в салонах красоты. Поэтому вы можете выбрать того специалиста, который вам нужен, и с ним договориться о встрече. Это история про win-win-win. То есть выиграли три, могут выиграть три человека. Первое – это выиграет, конечно же, клиент, потому что ему грамотно доносят информацию. Второе – это выиграет партнер, потому что партнер реализует свою лицензию. И третье – это выиграет сам внедренец, потому что интерес внедренца. Спросите вы, в чем их интерес. Интерес их в том, чтобы получить клиента, которому можно было бы потом продать услуги по внедрению, потому что услуги по внедрению тоже стоят денег. И это тоже сейчас формируется в большую такую экосистему, формируется это все в большой бизнес. То есть сейчас есть огромное количество партнеров, которые зарабатывают деньги на внедрение именно, вот на вот этой вот инфраструктуре, которая окружает бизнес. Поэтому это история про то, когда выиграют три человека, три стороны. На мой взгляд, это очень классная история. Так, и новость номер три, которая тоже заслуживает нашего не менее значительного, не менее важного, это наша недавняя коллаборация с Владиславом Бермудовым. Владислав Бермуда – это эксперт номер один в СНГ в кросс-маркетинге, все, что касаемо кросс-маркетинга. И мы с ним провели записанного курса. Я вам хочу рассказать предысторию вообще, с чего все началось, вот, для того, чтобы вы понимали, зачем мы это делаем, то есть чтобы у вас было понимание, для чего это. Значит, еще в феврале, когда мы проводили итоги года в Москве, в Крокусе, то есть в этом году, в 20-м году, в феврале, мы со сцены там начали говорить уже о том, что мы понимаем, мы как разработчики компании, мы понимаем этот продукт UDS уже не как монолитный продукт, не как один продукт. Вот есть продукт UDS-платформа, вот, значит, ее покупай. Вот, а мы воспринимаем этот продукт уже не как монолитный, а как платформу, на которой есть самостоятельные продукты. То есть продукты, которые заслуживают отдельного внимания, так скажем. И если посмотреть, у нас на сегодняшний день на платформе уже больше 35 инструментов. И эти 35 инструментов можно выделить в отдельные направления маркетинга. То есть какие-то инструменты самостоятельно, какие-то инструменты, суммируясь там друг с другом, можно выделить в отдельные направления маркетинга. Сейчас объясню, в чем. То есть еще раз, UDS – большой продукт, на котором есть различные инструменты. И суммируя различные инструменты, можно выделить отдельные направления маркетинга. То есть, например, у нас можно выделить отдельные направления, например, это работа с клиентской базой. То есть у нас есть инструменты, которые позволяют с клиентской базой работать, цифровать ее, коммуницировать, подогревать и так далее. У нас есть отдельное направление, это прям программа лояльности, то есть все, что с ней связано. У нас есть отдельное направление, например, источники трафика. У нас есть отдельное направление, это прям онлайн-магазин отдельный с платежным шлюзом. У нас есть отдельное направление сейчас кросс-маркетинг. То есть смысл в том, что это достоинное отдельного внимания. И в феврале, когда мы начали об этом говорить, я все ходил и думал с идеей такой, и мы с разработчиками общались, с администрацией, что когда мы продаем просто продукт монолитный, то клиент зачастую во всех этих инструментах не сможет разглядеть решение своей боли. Потому что мы ему так, знаете, вываливаем на стол все, что у нас есть, и он не может увидеть. Поэтому я тогда начал думать о том, что было бы здорово подсвечивать отдельные направления и показывать их как отдельное направление в маркетинге. То есть я думаю, что, например, у нас будет огромное количество клиентов, которые готовы нам платить 30 долларов не за всю платформу, а 30 долларов конкретно за то, чтобы просто цифровать базу и работать с ней. То есть для кого-то это важно, и у него это боль, и ему больше в принципе ничего не надо, ему нужно только это. И он готов разбираться и готов платить 30 долларов за это, и готов разбираться с инструментами на платформе, начиная с этого. Кому-то нужно только программу лояльности. И он готов платить 30 долларов в месяц только для того, чтобы избавиться от пластика, от пластиковых карт, значит, и перевести все в цифру, чтобы это было все в мобильном приложении, чтобы у него это все там видно было в консоли, там, профиль каждого абсолютно клиента. Кто-то готов платить там 30 долларов только для того, чтобы вот работать с источниками трафика, только для того, чтобы понимать, какой конкретно трафик работает хорошо и как увеличить конверсию в этой трафике. Кто-то готов платить 30 долларов только за онлайн-платежи и за онлайн-магазин. Кто-то готов как конкретно за кросс-маркетинг. И еще раз, идея была в том, чтобы найти, то есть подсвечивать вот эти различные инструменты для того, чтобы когда предприниматель приходит к нам, потенциальный клиент, мы бы у него спрашивали, что у тебя болит, и могли бы показать ему конкретно, то есть дать решение на вопрос, то есть на его бой. И вот я с этим хожу, думаю, 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 и, значит, мы встречаемся как-то в марте, это было на онлайн-форуме, оффлайн-форуме, тогда еще до пандемии мы проводили оффлайн-форумы в Сочи. Мы встречаемся с Владиславом, то есть я там спикер был и Владислав. Значит, вначале я выступил, потом он после меня, я его послушал, и мы, значит, после форума, там, в ФАГЕ договорились попить кофе, сели, я говорю, Влад, слушай, ты говорил про кросс-маркетинг, это очень классная история, это здорово. Я говорю, а мы взяли и оцифровали все это, вот, я говорю, все, что ты говоришь, вот, мы перевели все в цифру, то есть ты говоришь механику, то, что нужно там печатать флайеры, бумажки и так далее, а мы это все в цифру перевели, вот, прям все то же самое, что ты говоришь. Он говорит, ребята, это очень круто, это здорово, потому что я всегда об этом думал, то есть я думал о том, что нужно это все в цифру переводить и сделать так, чтобы это было удобно, значит, удобоваримо для предпринимателя. Но у меня там нет компетенции, это не нужно заниматься, и, в общем, у меня были мысли, а вы вот взяли и, значит, сделали. И вы понимаете, когда встречается с одной стороны экспертиза, Влад, и решение, инструмент мы, то напрашивается вот эта вот коллаборация. И мы с ним договорились, говорит, давай как-то вот надо коллаборироваться, то есть надо как-то объединяться и друг друга усиливать и какое-то создать хорошее решение для наших предпринимателей. И мы решили начать с курсов. То есть Влад записал курсы специально для UDS, там, где он говорит о кросс-маркетинге и ссылается на платформу UDS и говорит о том, что вот на платформе UDS это реализовано, на платформе UDS это реализовано, вот, для того, чтобы мы могли друг друга усилить. Значит, и мы запустили эти курсы, они уже есть в нашем back-office, опять, можете зайти в back-office, там, в самом низу есть курсы, и, значит, вы можете их оплатить. Оплатите и посмотреть. И я знаю, что Влад уже сделал пост у себя по поводу того, что он написал, записал эти курсы, и видите, что происходит. Мы друг друга взаимообогащаем. То есть мы о нем говорим, и он о нас говорит. И силы-то в объединении, на самом деле, не в разъединении, а в объединении. И вот мы нашли способ, как объединиться и как создать ценность определенную, новую на рынке. Вот. И вообще это классная история. Для нас была бы, например, привлекать таких экспертов. То есть есть очень много экспертов в каких-то, ну, узких направлениях, то есть, ну, в маркетинге. Там есть эксперты, которые там только за лояльность. Есть эксперты, которые там про источники трафика. Есть эксперты, которые про кросс-маркетинг мы уже вы нашли. Есть там эксперты, которые, значит, рассказывают о том, как правильно настраивать интернет-трансмазин и так далее. И было бы здорово нам таких экспертов приглашать и говорить, слушайте, ребята, вы об этом говорите, а мы вот это оцифровали. Вот, смотрите, есть решение, вот оно. Вот. И чтобы такие эксперты подсвечивали на нашей платформе наши вот эти вот конкретные направления, мы могли бы таким образом усиливаться. В общем, идея такая. И для нас это тоже гипотеза, мы ее сейчас тестим. Вот. И вот такая вот у нас коллаборация появилась. Более того, мы сделали не просто платный курс, а мы еще сделали так, чтобы вы могли получать вознаграждение за его продвижение. То есть вы, когда в бэк-офисе нажимаете ссылку на курс, то есть нажимаете, что пишите на курс, у вас генерируется ссылка, и вы эту ссылку можете отдать клиенту потенциальному еще кому-то. То есть если этот клиент с этой ссылки оплатит, то система вам еще и вознаграждение сделает, выплатит. Вот. У нас вознаграждение, как мы к с вами привыкли, абонентской платы от клиента. 10 долларов вы получаете лично, и 7 долларов идут наверх. То есть с каждого оплаченного курса вы получите 10 долларов, и 7 долларов полетят наверх. То есть мы еще вот так вот и сделаем. Так, с этим понятно, это вот такая новость. И что у нас еще? Да, ну и все, у нас три новости. И мы с вами сейчас должны поздравить ребят, которые были активны в августе. Так, начнем мы с вами со статусов. Поздравим тех ребят, которые закрывали новые статусы. Так, начнем с М3. В августе Николай Строганов, город Оренбург, Михаил Горобинский, город Магнитогорск, Елена Корчина, город Тюмень и Вячеслав Троицкий, город Омск. Это статус М3 и статус регионального менеджера. Елена Ибрагимова, город Хабаровск и Татьяна Кудюшина, город Рязань. Это новые закрытые статусы. Идем дальше. Идем дальше. Значит, следующая категория, в которую я хотел бы выделить партнеров, это по работе на первую линию. Первая линия, это как раз конкретно лично ваша работа по партнерской программе и по клиентской программе. Значит, начнем с партнеров. То есть, партнеров в первую линию в августе. Начнем с двух. То есть, я озвучу партнеров, которые сделали там две и более регистрации в первую линию по партнерской программе. Поехали. Елена Бабурина, город Санкт-Петербург. Владимир Ежов, город Анива. Елена Орлова, Краснодар. Татьяна Игнатьева и Олег Половинкин, город Самара. Алексей Вера Федченко, Москва. Константин Федотов, План-Удэ. Анастасия Галеева, Сургут. Лидия Мостел, я надеюсь, правильно назвал Шпеер, город Германия. Евгения Ковалева, город Кинель, Протверь. Идем дальше. Три партнера в августе в первую линию. Ольга Гончаренко, Абакан. И Дина Гришакова, город Нижний Новгород. И абсолютный чемпион в августе. Антон Симаков и Евгения Булгакова из города Рязани. Шесть партнеров за август. То есть, сейчас август для кого-то был тусовочный. Антон Симаков и Евгения Булгакова в первый. То есть, в этот месяц сделали шесть партнеров в первую линию. Поздравляем. Так, и идем дальше. Количество, то есть, по клиентам в первую линию. Начнем с три клиента в первую линию. Олеся Васильева, Чайковский. Ирлан Турабеков, Крылгашатэм, город Шинкент, Казахстан. Юрия Короленко, город Саранск. Олег Засухин, город Тверь. Андрей Прокопенко, город Оренбург. Идем дальше. Четыре клиента в первую линию. Дмитрий Семенов, город Екатерин, Курк. Евгений Хитрик, город Рязань. И Елена Ибергимова, город Хабаровск. И абсолютный чемпион. То даже не удивительно. Девять клиентов в первую линию. Девять клиентов в первую линию, ребята, в августе. Татьяна Фурсова, Самара. Девять клиентов в первую линию. Таймин, мы тебя поздравляем. Конечно, молодец. Так. Идем дальше. У нас есть клиентские баллы. Значит, в смысле, балльная система. Та же самая история с клиентами, с партнерами и топ по баллам. Мы ее продолжаем считать. Значит, начнем с партнерских баллов. Топ 10. Оксана Шмакова, Екатеринбург. Елена Бабурин, Санкт-Петербург. Восьмой Антон Симаков и Евгения Булгакова, Рязань. Владимир Ежов, Анива. Андреас Плет, город Офенбург, Германия. Голованова Мария Андрея Прокопенко, Оренбург. Пятое место. Лидия Мастел, Шпейр, Германия. Четвертое место. Третье место. Елена Строганова, Сорочинск. Второе место. Александр Бутенко, город Тюмень. И первое место. Вячеслав Троицкий, город Омск. Это партнерские баллы. Теперь клиентские баллы. Десятое место. Рушан, Аткулова, Бишке, Киргизия, Кыргызстан. Елена Бабурина, Санкт-Петербург. Петр Пахомов, город Санкт-Петербург. Олеся Васильева, Чайковский. Шестое место. Евгений Хитрик, Рязань. Пятое. Ерлан Турабек, Кыргашат, Кыргызстан, Казахстан. Четвертое. Дмитрий Кременов, Калининград. Третье место. Елена Боргимов, Хабаровск. Второе. Дмитрий Семенов, Екатеринбург. И первое место. Татьяна Фурсова, город Самара. Первое место в августе по клиентским баллам. И топ баллов. Это когда и партнерская программа, и клиентская программа. Баланс баллов. Десятое место. Константин Федотов, Улан-Де. Девятое место. Евгина Каткаленко, Урай. Восьмое. Рафаэл Хафизов, Балчара. Седьмое. Владимир Южов, Анива. Евгения Машкова, Кемерова. Пятое. Татьяна Игнатьева, Олег Половинкин, Самара. Четвертое. Оксана Шмакова, Екатеринбург. Третье. Главанова Марина и Прокопенко Андрей Оренбург. Второе. Олеся Васильевича Коски, первенец Елена Бабурина, город Санкт-Петербург. Это тот баллов. Хорошо. И закончим мы гонкой городов в августе. Начинаем с десятое место. Города по клиентам. Десятое. Краснодар, девятый Бишкек, восьмой Пермь, седьмое Хабаровск, шестой Екатеринбург, пятый Рязань, четвертое Тюмень, третье Самара, второе Москва и первое место Санкт-Петербург по клиентам. И по партнерам. Десятый Екатеринбург, девятый Рязань, восьмое Санкт-Петербург, седьмое место Офинбург, Германия, шестой Екатеринбург, пятая Сорочинск, четвертый Оренбург, третье Омск, второе Тюмень и первое место город Москва по партнеру. Так, это у нас вся информация по чемпионам августа. Так, и на этом, да, все, это последний слайд. Еще раз, ребята, сейчас самый главный фокус наш с вами это на 23-25 октября, а вернее, наверное, на 23 октября метится и постараться быть 23 октября весь день и на обучение для РМ, и на обучение для директоров, потому что в первой половине дня мы с вами поговорим о вот этих вот материях высоких и так далее, а после обеда с Костей Волжаном, и тоже конкретно на практике, тоже тренинг полноценный, мы с вами поговорим о том, как вырасти в кратно, там, х2, х3 и так далее. Вот, и это будет очень важной информацией. Потом два общих дня, когда мы с вами собираемся и общаемся с нашими партнерами. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего ажитативного месяца сентябрь и до следующих встреч онлайн на следующих вебинарах. Все, всем пока. Хорошего дня.